Ну вот сезон у нас уже закончен, мед весь откачен, пчелки пролечены и приготовились уже зимовать. Алексей Найденко – потомственный пчеловод. Разведением пчел занимается профессионально. В его хозяйстве 200 пчелосемей. Говорит, на хлеб с маслом его семье хватает, а вот на развитие хозяйства – нет. 200 пчелосемей – это не предел. Есть чем заняться, механизация и так далее, организация цеха для откачки современного, по последнему слову, техники. Для этого нужны средства. Цена, которая бы устроила мое хозяйство, я говорю про себя, это порядка 130-150 рублей за разные сорта меда. Чтобы получить мед разных сортов, Алексей не просто держит пасеку в Калманском районе. Вместе с напарником они кочуют по Алтайскому краю, возят Ульев-Черышский, Топчихинский, Новичихинский районы. И это тоже немалые траты. По итогу ассортимент меда у Алексея разнообразный. И акация, и дягель, разнотравье, гречишный. Но нормально заработать. На продаже пчеловоды могут только в августе, на барнаульских ярмарках. Продают в пределах 300 рублей за килограмм. Сдавать по 90, а то и по 70 не торопятся. Говорят, лучше придержать. Иногда, например, в прошлые годы удавалось сбыть по 120-110 рублей за килограмм. Но это по России, который мед расходится. Это люди, небольшие компании, может быть, сами торговцы, которые звонят. Мелкий такой, скажем, оптом. 2-3 куба тенера, 100-150 килограмм. Вот такие партии, небольшие. В последние два года ситуация ухудшилась. Из-за пандемии звонить из других регионов стали все реже. Но выход есть, уверен Алексей Найденко. И его мнение на этот счет поддерживают другие пчеловоды. У нас все полки в сетях забиты, грубо говоря, суррогатом. Но снимают с полок. Через какое-то время этот процесс продолжается. То есть, все-таки, я считаю, что государственные контрольные органы должны здесь жестче работать. И если мы наведем порядок на полках, у нас откроется еще одна ниша для сбыта нашей нормальной качественной продукции. Ну а пока потребители частенько покупают в магазинах мед даже по 500 рублей за кило. Причем обычный, подсолнечный, более дешевый торговые сети выдают за более дорогой, горный, например. Фальсификат можно определить только лабораторным путем. На глаз заметить подмену люди не в состоянии, уверен Алексей. Ну а он тем временем мед нового урожая, в том числе и в сотах, частично оставил у себя. Вдруг что-то изменится и продать сможет по более выгодной цене. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.